В этом видео мы говорим о развитии злодеев из ГАДКОВОЙЯ. ГАДКИЙ Я 2010. Что ты смотришь? В первой части серии ГАДКИЙ Я главным злодеем был Вектор Пёркинс. Его просто звали Вектор. Главным героем короткометражки «Луна» был он. Он был молодым суперзлодеем и сыном мистера Пёркинса. Мистер Пёркинс был главным соперником Грю и руководителем банка зла. Изначально Грю нравился Вектору, но после замораживания головы у него появилась неприязнь к Грю. Вектор был странным, занудным, умным и высокомерным. Он любил печенье. У него был такой живот, что он торчал из его комбинезона. Вектор способствовал переходу Грю к героргизму, похитив его дочерей и заставив его отдать украденную Луну. ГАДКИЙ Я-2 2013 Эдуардо Перес, бывший Эль Мачо, главный злодей, считался мертвым, прыгнув в вулкан 20 лет назад. Теперь он основатель и владелец ресторана Сальса и Сальса. Грю сначала подозревал Вал Эдуардо Эль Мачо, он ему не нравился. Эль Мачо, общитель, дружелюбный коротышка, любящий танцы, это отличие от его прошлого. Вежливым личиком Эль Мачо скрываются смертельно опасные замыслы. С работой с бывшим изобретателем Грю доктором Нефарио, Эль Мачо похитил миньонов, превратил их в киллеров с помощью сыворотки ПХ-41. Планировал захватить мир. В финале Эль Мачо выпил сыворотку, стал мощным фиолетовым монстром. Грю поразил его электрошоком, после чего его окружили миньоны и доктор Грю. Нефарио нанес послесный удар, вырубив его выстрелом из пукалки. Миньоны 2015. Когда я начинала, говорили, что женщина не сможет ограбить банк, как мужчина. Но имена меняются. Главной злодейкой была Скарлетт Оверкилл. Настильная, амбициозная и самая магиозная злодейка своего времени. Скарлетт Оверкилл, преступный гений, решила захватить Британию вместе с мужем и напарником, Гергем Оверкилом. У нее не было способностей, но она умела драться, а ее платье превращалось в ракету, благодаря чему она могла летать, и оно защищало ее. Когда она забрала миньонов, чтобы помочь украсть корону, она предупредила, что убьет их, если провалят задание. Когда Боб случайно стал королем, Скарлетт восприняла это как предательство, хотя приспешники передали ей власть, и она приказала их арестовать. Во время коронации миньоны пришли извиниться, но сорвали церемонию, и она велела казнить их. В конечном итоге Скарлетт и муж мужили заморожены молодым Грю и навсегда в тюдоме. Гадкий я 3 2017. Знаешь, что Клайф играть злодеям в телевизоре забавно, но быть им в реальности лучше. Музыка для грабежа. Тазар Брат, бывший детская звезда своего телешоу Злой Брат, но когда он стал старше, его шоу закрыли. Он рождебен и сугубо эгоцентричен. Заботится только о себе и своих действиях. Также он был разрушителем, не щадя своих врагов. Любил жвачку, использовал ее в оружии. В фиолетовом комбинезоне с высокой шикарной карейкой его прическа была в стиле глэм-рок. Слушал поп-рок в 80-х. Помимо своего злого образа, Бальтазар хотел заново прожить свою жизнь звезды. Его миссия в фильме состояла в том, чтобы уничтожить Галлидгут, вырвав его с корнем из земли и позволив ему уплыть в качестве мести за отмену его шоу. Вы все испортили, и теперь пришло время умирать. Что-нибудь напоследок, Грю? Миньоны. Восхождение Грю 2022. Давайте рок-н-ролл. Пора вернуть наш камень. Мы идем за вами, мистер. Журавль. Порочная шестерка, которую возглавлял Белл Боттом, была главными органистами фильма. Они были основаны Ноким Наклзом, который сделал команду с самыми могущественными злодеями. Тем не менее, Ноким Наклз был предан своей командой, и они оставили его умирать, когда искали камень за Диана. Членами Виши Сикс был Белл Боттом, который был суперзлодеем Фейли Диско, с очень дерзким отношением и был их лидером. Другими были Нунчик, Стронгхолд, Свингенс и Жан-Клод. После смерти Наклза у них было свободное место, и они провели прослушивание на следующего владея, который должен был его занять. Они встретили Грю и его Миньонов на прослушивании и смеялись над ним, назвав его непрофессионалом, что подтолкнуло его украсть камень зодиака у них. В камень злая пятерка превратилась в могущественных зодиакальных животных начала разрушения. Когда миньоны пришли помочь Грю, они использовали новые навыки кунг-фук, чтобы отразить злодеев, что привело к выпадению камня из Белла. Грю использовали его, чтобы превратить их в крыс, которых затем забрала брига антизлодеев. «О, ты собираешься спасти ребенка?» «Да ты, и какая армия?» «Итак, это армия». «Гадкий я-4» 2024 год. Максим Ломаль сбежал из тюрьмы. «Я иду на войну с Грю». Этот фильм — продолжение «Гадкого я-3» и шестая часть франшизы «Гадкий я». Максим Ломаль и его подруга Валентина — главные антагонисты. Сжав из тюрьмы, Максим возвращается, чтобы найти Грю и его семью. У Максима каштановые волосы и длинный острый подбородок. В его наряд входят круглые очки, желтая бабочка и зеленый халат, напоминающий королевскую мантию.